приветствую зомики для цитрусов сегодня речь будет о пандерозе о пандерозе как о подвое бытует такое мнение и оно довольно таки распространенное что пандероза дает кислый вкус сладким сортам я не знаю кто это зачем это придумал и почему сделал такие выводы потому как ни один подвой не оказывает такого влияния на прививаемые вами черенки то есть каждое растение несет в себе морфологические признаки и генетический код который в них заложен то есть мандарины они сладкие они маленького размера апельсины они тоже там сладкие красное мясо и есть лимонные кислые вот что вы привьете то вы и получите на абсолютно любой подвой даже если взять трифолиату которая но она вообще как бы условно съедобная она имеет маслянистость она имеет горький привкус это смотря в каком регионе она растет и как много солнца было в тот сезон когда она наливала свои плоды она может быть вполне даже съедобно и кому-то нравится кому-то нет ну тут как бы свои предпочтения до лично человечески вот но она не дает ни горечи никаких либо других отрицательных таких моментов вашим прививаемым растениям и не зря ее использовали очень активно на принципе сейчас используют это абхазия грузия активно на нее прививают потому что сладкие сорта на ней получаются намного слаже и даже я это проверила но там грань такая тонкая если вы только сравните то вы поймете какие вкусовые качества допустим на той же макрофили или волка волкал миряне или на трифолиате то есть ни один по двой не дает кислость нашим сладким сортам и пандероза точно также то это лимон да это кислый лимон это крупный лимон с толстой кожурой поскольку множество сортов лимонов и намного вкуснее чем пандероза то увлекаться пандерозой как бы не стоит именно как вот как лимоном то что обычные крупные сорта обычные крупные плоды с толстой кожурой и чай он может бы дать горчинку но как подвой пандероза отличный вот у меня дерево сад сделано на основе пандерозы и привиты здесь только мандарины есть такое мнение что сладкие сорта нужно прививать ниже кислые повыше тогда сладкие сорта не унаследует якобы кислых качеств этого лимона но это вообще неправда это миф это непонятно откуда взята потому что свой генетический материал растение несет на протяжении своего всего растения хоть вверху хоть внизу и привейте снизу сладкие а сверху кислое вы тоже получите снизу они будут сладкие то что положено по сорту сверху будут кислое то что положено им по сорту то есть неважно в какую часть кроны вы прививаете при формировании дерева сада важно учитывать другие моменты нужно привить одинаковые сорта по силе роста то есть допустим это мандариновое дерево все мандарины имеют одинаковую силу роста и выбирать максимально вертикальные ветки тогда на них идет активное сокодвижение и они лучше прививаются и в случае если вот самая верхушка она прививается лучше в рост она идет сильнее то ее нужно потом обрезать прищипнуть дабы эти нижние ярусы тоже набрали свою силу роста это вот единственные такие моменты которых нужно учитывать при формировке дерева сада это совместить их по силе роста не там снизу сладкие мандарины а сверху кислые лимоны что вы получите кислые лимоны пойдут расти шикарно потому что они сильнее по силе роста и будут угнетать мандарины потому что сокодвижение будет идти вверх мандарин будут его получать меньше и у них больше шансов отсохнуть но никак это не повлияет на вкусовые качества сама же пандероза она отличный подвой на него можно прививать как на неукорененный черенок как на дикари ну то есть вот если сделать воздушную отводку и делать на нее дерево сад то это тоже шикарно получится то есть подвой на вкусовые качества не оказывает никакого влияния будь это грейпфрукт будет а помело будет а лимон смело прививайте на него мандарины и апельсины что вы привьете то вы и получите вся информация идет именно в черенках ваших если они качественные если это вкусные сорта то вы это и получите единственное на что оказывает подвой влияние это на нестойкие морфологические признаки допустим такие как колючки или как крылатка если вы привели на хороший подвой который дает хорошую силу роста могут появиться маленькие колючки в тех сортах ну допустим мандаринах на которых они не не всегда есть то есть могут появиться маленькие колючки может стать больше крылатка если это апельсины и все то с чем сильнее рост по двое может измениться чуть чуть форма вашего приводит маленькие колючки чуть больше крылатки но не в как ни в коем случае не на вкусовые качества и такие мифы как привить снизу сладкие на пандерозу привить сверху кислое все это неправда и наоборот нужно учитывать именно силу роста вашего ваших растений прививайте снизу апельсины сверху мандарины привейте снизу лимоны потому что они сильнее растут сверху мандарины потому что сила роста у них намного слабее и для того чтобы они хорошо росли выбирайте это вот ну максимально вертикальные ветки и все то есть нужно запомнить несколько таких моментов кислые подвой не дадут кислинку ни в коем случае вашим сладким сортам все равно на каком высоте вы это сделать сделайте прививку тут всего лишь предпочтение ваши личные то есть я например люблю штамбы делать я все прививаю повыше кто-то любит более вкусистый растений он прививает пониже то есть на сладость это никак не повлияет единственное на что повлияет если ваш шикарный подвой это на внешний вид вашего привоя то есть может быть маленькая колючка может быть чуть больше крылатка может быть там чуть больше лист но никак не на вкусовые качества даже трифалята она дает сладкие плоды даже пандероза на служит отличнейшим деревом садом и учитывайте только силу роста ваших растений не прививайте все в кучу не прививайте крупные сорта с мелкими сделайте отдельно мандарины с кумкватами апельсины с лимонами там грейпы с помелами грейпы можно сочетать с лимонами с апельсинами только такие моменты имеют значение дабы ваш более сильный прибой тот же апельсин не угнетал ниже растущий мандарин то есть именно такие моменты нужно учитывать то есть сейчас сезон цитрусовых фруктов покупайте лимонные апельсины грейпфруты помела сейте все косточки и смело потом прививайте на них сладкие мандарины и апельсины никакой горечи кислинки вы не получите вы всего лишь получите хороший подвой если вдруг вы посеяли косточки клементинов и мандаринов их нужно хорошо дорастить потому как у мандаринов и клементинов более слабая корневая система на них можно привить в будущем мандарины или кумкваты все остальное подходит для абсолютно всех растений для всех сортов что вы достанете какие веточки какие черенки такие сорта вы и получите они полностью унаследуют свои вкусовые качества единственное может быть отличаться листочек но это уже не важно все как бы зависит от силы роста помела тоже очень хороший подвой из него можно сделать шикарный штамп и тоже есть такой миф что из-за того что помела больше растет и сильнее он перерастает и получается некрасивая прививка нет это все неправда помыла служит шикарным подвоем на нем шикарно все растет все зависит только от вашей техники насколько аккуратно вы сделаете прививку дальше все срастается и следов прививки не остается ничто никуда не перерастает растения растут отлично для прививки на неукорененный черенок смело используйте пандерозу то есть ее нужно иметь хотя бы для большого количества черенков на нее может смело прививать как на неукорененные черви черенок потому что она хорошо укореняется также хорошо укореняются цветrons и hope и дранжа всевозможные вообще лимоны хорошо укореняются и можно использовать их как для прививки на неукорененные черенок то есть вы совмещаете и прививку и отдельно укореняйте этот черенок так что я надеюсь получается у меня развенчивать все мифы о о том, что кислые сорта дают кислость вашим плодам. Нет, это все неправда. Что привьете, то и получите. Привьете сладкие сорта и получите. Единственное, что учитываете силу роста ваших подвоев при формировании дерева сада. Получается достать саженцы трифолиат и обязательно тоже попробуйте с ней подружиться и попробуйте привить на нее мандарины и апельсины. Получится очень даже вкусно. Так что растите всякие цитрусы у себя дома, радуйте друзей и близких. Не слушайте того, кто говорит, что кислые сорта, если передадут вашим сладким сортам какую-то там кислость. Это все неправда. Это все уже доказано, опровергнуто нацать раз, но все равно такие вопросы возникают. Значит, где-то эта информация есть. Так что смело прививайте. Имейте хоть одну пандерозу для получения с нее черенков. Нарежьте, начеринкуйте ее и все укорените. Пандероза растет хорошо. Плоды крупные, ну как бы на любителя, да, например, мне диаскурия понравилась куда вкуснее, потому в своей пандерозе я снесу башку и привину некую диаскурию. Потому что тот мне лимон больше понравился, чем вкусовые качества пандерозы. В остальном она прекрасно растет, цветет шадурная. Цветы и бутоны не обрывайте. В каком бы состоянии она ни находилась, даже если это одни палочки, оставляйте обязательно все цветочки, все бутончики. Пусть она раскрывается. Раскрылись цветочки, вы увидели там пустоцвет. Пустоцветы, они без пестика, вы это увидите легко. Пустоцветы срывайте и заваривайте с ними чай, вы получите вкусный жасминовый чай. А остальным цветочкам дайте довисеть. Они завяжут плодики, она сама прекрасно отрегулирует, но ни в коем случае их не обрывайте, иначе она будет протестовать и будет еще больше выкидывать бутонов. Это уже будет чревато тогда. То есть просто пусть она себе отцветет, удаляйте только пустоцветы. Она отцветет, завяжет плоды, тут же ими покидается, оставит один. Вот когда он дорастет до размера грецкого ореха, а на ней мало листьев, только тогда удалите плодик, чтобы она уже пошла, пошел у него веграционный период, и она нарастила зеленую массу. До этого никакие плоды, никакие бутоны не отрывайте, иначе растение сможет погибнуть, выдавая еще большее количество бутонов. На этом у меня все. Растите, укореняйте, прививайте. Всех обнимаю. До новых встреч. Остались комментарии, добавляйтесь в группу в фейсбуке и пишите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова